обалдеть какая неожиданная встреча какие спортивные мальчики то здесь так сегодня третий день влогинга нашего и третий выпуск и я уже не знаю что снимать на самом деле начинаем мы сегодня как всегда странировать кстати сейчас вам покажу зал который здесь у нас есть но зал прям бомбический просто для отельного зала это зал просто сверх крутой есть силовая зона есть сайдинг зона где можно покататься вот на этих великах есть кроссфит зона есть зона с татами есть даже плавательный бассейн еще в дубае настолько сильно жарко что как только ты из помещения выходишь на улицу у тебя сразу запотевает вся камера ну примерно еще не как будто заходишь в баню камера на телефоне стекла на очках и даже на объективе в общем зал фантастический шикарный бассейн шикарная тренировочная зона еще у нас шикарная команда кстати просто очень круто когда тебя окружают люди которые примерно думают о том что чем думаешь ты хотят выглядеть также как хочешь выглядеть и кто-то и же уже и выглядит так хоть как хочешь выглядеть ты ну короче это прям прекрасно когда тебя окружают реально круто и ребята так мы сейчас по тренировке закончена так мы сейчас по тренировке друзья короче вопрос насколько сильно важно влияет на жизнь человека окружения типа что для тебя с уже я думаю или пошутить или сказать как хочешь хочешь короче общаясь с миллионерами ты можешь стать миллионером общаясь с людьми которые живут в долгах ты лучшем случае будешь жить в ноль или тоже в долгах а тренироваться со ценами это просто залог самого важного успеха и офигенного начала дня кстати да у нас сегодня день будет просто бомба сегодня прилетают люди у нас мы их всех ждем команды наши ребята сегодня будет у нас вечеринка в стиле дубаи сегодня будет пушка короче парень модный ё-моё я пердовые кеды у меня вот одни тапочки такие есть а у него такие 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 охренеть ты сколько чемодан собой все уместилось в один не поверишь так у нас уже завтрак и у меня иногда вопрос мне кажется что вот этого парня будет мы stories намного больше чем меня короче мне нужно чтобы ты сказал свое мнение почему важно в жизни стремиться к новому окружению вот если это посмотреть сейчас даже не менеджеры просто на обычные люди не вообще не важно менеджер ты или обычный человек очень важно что в твоем окружении были именно успешные люди один из лайфхаков если можно так назвать то есть я очень серьезно отношусь к тому чтобы в моем окружении были люди которые в своих достижениях может быть выше успешнее чем я то есть это создает определенный стимул понимания и стремление двигаться вперед и также точку развития то есть любой момент касания общения с подобными людьми он открывает новые возможности портал просто вот в переходе в какое-то другое состояние и момент когда ты смотришь на то же самое что происходит в жизни но друг по другим углом уже а если человек ну не знает как к ним прийти к спрешным людям а нужно сделать себя интересным чтобы захотели общаться ну типа создать личный бренд конечно это тоже челлендж это же ну как значит не хотят общаться ну типа не подойдет же к миллионеру ну типа сказать давай дружить ты сейчас взял подошел ко мне я миллионер ну согласен но мы с тобой того чтобы тренировались вместе сейчас хромаем огромное количество тех людей которых мы считаем миллионера и которые как бы по статусу как миллионеры но внутри себя они такие же как ты как я Да, понимаешь, как бы нет такого, нет никаких границ. А люди, которые миллионеры по статусу, по уровню дохода и ведут себя как миллионеры, ну типа как миллионеры, нахер таких людей тогда, искать нормальных, к ним подходить, общаться, таких достаточное количество. Вот, короче, мне с тобой интересно, понимаешь, разговаривать на любые темы. Но ты при этом не Бэтмен, ты не Зорро, ты не какой-то там суперчувак, а ты обычный парень. Я знаю, что я могу подчеркнуть из нашего общения, мне ты интересен. Вот, вот в чем дело. То есть, эта задача, понимаешь... Но при этом ты зарабатываешь больше меня, во много. Это вообще, при чем здесь... Не, ну просто у людей же такое бывает, что типа я зарабатываю 100 тысяч рублей, а он зарабатывает 2 миллиона. И как я с ним буду общаться? 2 миллиона это говно, на самом деле. Жара в Дубае просто невыносимая. Ну, невыносимая. Ну, на улице невозможно находиться. Очень душно, очень жарко. Пацаны наряжаются. Итак, у нас шоппинг вроде бы дошел к концу. Я себе взял только очки, взял кепку. Конечно, я пока не готов тратить столько, сколько тратят ребята. И это для меня просто шок. Вообще, такие покупки, такие суммы. Фантастика. Но мотивирует это, конечно, фантастически. Разрывает все внутри. Я в шоке, когда можно пойти и купить себе футболку за там 150 тысяч рублей, 2-3 тысячи долларов. Теперь я буду в этих очках. Всегда. Они просто фантастические. Посмотрите, какая у них обалденная душка. Она очень плотная, толстая. Ну, короче, очень прикольный материал. И здесь очень хороший звук. То есть, ты можешь просто ходить и слушать музыку. Ну, короче, прям кайф просто. Очень себе приятные очки. Ну, мне кажется, мне идет. Вот я сейчас переехал в Лондон. Короче, я 10 дней мыл полы, мыл посуду, ходил за продуктами, сидел с детьми. То есть, выполнял всю эту работу и одновременно разговаривал по бизнесу. Говорил, дайте мне финансовую аналитику, пожалуйста, за последние 6 месяцев. Я вот так прижимал телефон, либо в наушник говорил. Они, конечно, не видели сейчас в этот момент, что я делаю. Ну, типа, я там серьезным голосом. Короче, и внутри меня сжалась пружина настолько. Я не хочу жить в таком измерении. Потому что все мое оперативное пространство было занято тем, как ловчее, там, держа сына в одной руке, или приглядывая за ним, там, помыть посуду, я не мог потерять его из виду. Там, да, как я там после этого пойду в магазин. Короче, я так жить не хочу. Последний раз я такое состояние испытывал 20 лет назад, когда мы только раскачивали НЛ. И я реально не понимаю тех людей, которые в этом состоянии измерения живут долго. Я не понимаю их. Где пружина внутри них? Где спортивное злое? Где желание изменить вообще все? Двигать горы, блин. Понимаешь, где вместо гор должны быть озера, должны быть реки, там, леса. Нужно просто менять все в своей жизни, если тебе не нравится. Если вас это устраивает, ну, как бы вопрос другой. Вот. Меня не устраивает. Так вот, к чему говорю, попав в Лондон, когда я жил в Марбее, мне казалось, что ну, все, все, все мега круто. Все, братан, жизнь удалась, понимаешь? Ну, как бы все сладко, ты живешь в отличном доме, у тебя там, ну, короче, куча персонала, все вообще мега-мега круто. Попав в другую среду, так вот, заставляйте себя выходить. Ненавижу слово зона комфорта, потому что оно, ну, избитое уже, истерзанное и слабо кем воспринимается. Ну, короче, меняйте свою жизнь так, чтобы вам становилось некомфортно. Это рождает внутри вас. То есть, это челлендж определенный. Вот у меня сейчас такая категория, я хочу работать днем и ночью, я хочу менять все. Удвоение, утроение, товарооборота. Мне надо сейчас, мне это надо. Кстати, в Дубае я вчера походил, под Дубай, мол, и мне прям было некомфортно. Ну, а цен, когда кольцо, я думаю, что... А жалко, что с тобой Кристины не было. Кольцо, короче, я увидел кольцо, которое стоит 100 миллионов рублей. Ну, и я прям, охренеть, ну, то есть, для меня это шок был. Ну, вот. Кристина рожает скоро. Я бы хотел, чтобы она была. Мы выезжаем сейчас на вечеринку. Несколько автобусов. Сейчас вечеринки, вообще, кольцо. Так, ну, мы на локации собрались, и у нас сейчас собраны самые сильные контракты в одном месте. Самые сильные контракты, конечно, вы сейчас видите здесь. Сосредоточены вот прямо здесь и сейчас. Вот прямо только здесь. Сергей, ну пошути, пожалуйста. Хоть одну шуточку мне в блок. Я не готов. Миша есть обыкновение подходить. Когда ты с самолета очень устал в полете, просто тебе очень плохо. И ты поворачиваешь голову, и Миша с камерой. Самый кайфовый момент, то, что ребята из своей команды видят вот эти вещи. Главная мысль сегодняшнего дня – это, конечно, окружение. Я считаю, что для того, чтобы был рост регулярный в бизнесе, в спорте, в любых других сферах деятельности, в отношениях любви, очень важно погружать себя в ту сферу людей, которые уже состоялись в этой сфере, у которых есть опыт. И опыт должен быть очень сильно удачный и с очень высокими показателями. Конечно, если мы говорим про деньги, а я в большей степени чаще всего говорю про деньги, именно про финансовый успех, потому что я считаю, что если у тебя есть деньги, то ты полноценно можешь жить и существовать в этом мире. А если денег нет, то чаще всего ты просто существуешь. И надо именно окружать себя людьми, которые очень много зарабатывают. И об этом мы сегодня как раз и говорили.